Что получится, если идеи писателя объединяются с мыслями художника? На одном полотне можно увидеть Фимкинской картиной галереи имени Горшина. Там подготовили цикл выставок, посвященных Году литературы в России. С образцами книжной графики познакомилась наша съемочная группа. О жившей странице название первой выставки цикла говорит само за себя. Практически любая книга – это своеобразный симбиоз двух личностей – автора текста и художника, который создал иллюстрации. На выставке представлены работы Юрия Реброва. Он был иллюстратором практически всех произведений Шолохова. Над этой серией для книги «Тихий дон» художник трудился 10 лет. Здесь отражены народные судьбы в революции. У каждого мастера свой подход к созданию изображений. Юрий Ребров постарался быть максимально близок к реализму. И даже в тех картинах, где художник выбрал скромную палитру красок, герои не стали менее эмоциональными. А вот Лев Токмаков создавал свои иллюстрации для романа «Гюгу», отверженные по иному принципу. Они сделаны не столько, чтобы достоверно передать атмосферу времени этого романа, но для того, чтобы вернуть нам путь души героев этого романа. Все картины здесь – оригиналы, которые потом воспроизводились в книгах. Большинство художников, представленных на этой выставке, были нашими земляками. Например, график Сергей Харламов. Он тоже стремился к обобщению образов, старался передать и дополнить смысл. Самые известные его работы – «Дон Кихот», «Барон Мюнхгаузен» и «Фантастический гулливер». Я узнала о проведении выставки от своего преподавателя. В силу того, что направленности, социально-гуманитарный факультет, я, конечно, интересуюсь историей живописи. Заинтересовали иллюстрации к Шолохову, такие канонические и известного графика. Образы, созданные художниками в книгах, бывают настолько убедительными, что представлять героев иначе мы уже не можем. Помимо иллюстраций, здесь есть портреты известных русских писателей. Выставка продлится всего месяц, до 17 марта. Затем она станет передвижной. Экспозиция, собранная в Химках, отправится сначала в Зеленоград, потом в Клин. Я не могла отказать себе в удовольствии в год литературы поприсутствовать на открытии такой замечательной выставки книжных иллюстраций. Очень приятные впечатления остаются от экспозиции, которая была создана. Мы особенно рады, что эта экспозиция передвижная. Организаторы считают, что эта выставка предназначена для старшего поколения. А вот для школьников обещают открыть специальную экспозицию тоже на тему русской литературы в конце года. Татьяна Костанда, Данил Свидерский, Служба новостей.